друзья добрый день сегодня у нас с вами выпуск тоже про вязание спицами перед вами начало моего нового процесса она еще не имеет никаких названий не знаю радужный пул пусть будет радужный пул значит это мой новый процесс как я уже сказала вижу его для дочки начала потому что жасмин я закончила все детальки у меня выполнены и сейчас они сохнут и ждут уже окончательной сборки я решила сначала их заблокировать то есть провести влажно-тепловую обработку деталей посмотреть еще раз проверить все риски по возможной деформации этих деталек и уже собирать учтя все эти сюрпризы может что-то довязав перевязав но это вы все наверное ближайшее время увидите а пока чтобы время мне не простаивала я начала вот этот очень легкий процесс очень такой радостный я надеюсь он будет быстрый и давайте мы сейчас про него поговорим это будет пул ловер для дочки моей ей 10 лет ростиком она уже почти метр пятьдесят то есть ну это скорее подростковая вещь чем детская поэтому уже не совсем детский будет расход пряжи не совсем детские размеры вот вы видите горловина уже в принципе достаточно большая не совсем детская тем более я ее сделала немножко больше чем охват шеи для того чтобы она была свободная и хорошо под нее можно было надевать рубашки с воротничком или со стоечкой особенно вот джинсовые тонкие рубашки очень красиво мне не нравится как это смотрится поэтому горловинку я сделаю немножко побольше она у меня на 50 сантиметров обхват давайте мы сейчас померяем давайте мы сейчас померяем сколько сантиметров ну так очень сильно примерно вот уже сейчас видно что это вот 50 сантиметров плюс минус на 120 петель я делала набор и это второй уже вариант горловины 1 я набирала с резиночкой то есть вот с такой резиночкой резинку вязала без ростка потом росток начинала вывязывать в принципе у меня все получилось единственное что я запуталась вот с этим рисуночком спереди вот с этим простым рисуночком и думаю ну и я еще до конца сомневалась резинкой вот сейчас вы видите образец уже после стирки и она какая-то такая вот мягонькая получается и в общем я решила сделать обработать горловину планкой планкой и прикидывать ее поэтому я все распустила и набрала без учета резинки и сразу стала ввязывать росток росток получился прилично размера вот сейчас вы видите но где-то так сантиметров сколько пять наверно до 5 сантиметров ровно я думаю что это будет достаточно с учетом вот требований тех требований которые определяют модельки а именно ворот был должен быть чуть-чуть свободен давайте пока мы вот так отложим в сторонку вязание и поговорим про пряжу вяжу я из очень известной пряжи очень бюджетные ализе было батик дизайн вот такой вот моточек он меня прелестил исключительно своей расцветкой ничем больше мета нитка когда она лежала на прилавке не понравилось очень я хотела такой яркий пул для дочки потому что детство она на то и такое радостное и веселое чтобы подносить что-то ярко у нас как-то вещи подбираются достаточно скромных таких оттенков но вполне возможно я оснательно это делаю чтобы как-то привить ей именно вкус к цветам до цветовой но яркие вещи тоже нужны без них вообще абсолютно никуда вот поэтому работаю с этой ниточкой было это не мерсеризированный хопок не мерсеризованный вернее у меня большие сомнения по этой нитке я не разделяю если честно восторгов но таких безоговорочных да поэтому и и у меня есть опасения что она будет немножко немножко безобразничать после влажно-тепловой выработки но давайте я вам все расскажу вот в работе мне эта нить нравится очень она приятная моточка когда вот ее берешь с витринки она очень приятная цвета расцветки очень много красивых таких батиковых вариантов и голубой и белый бежевый и в розовых оттеночках таких зефирных очень красивые варианты и это собственно говоря самое главное преимущество это пряжи и в принципе вязать из нее неплохо то есть ты вяжешь не так страшно получается вот эти вот петельки из хлопка который не сильно скручен длиннее для хлопка который не сильно скручен а точнее вообще по-моему не скручен то есть вот ее даже не надо раскручивать она вся готова развалиться на составляющей хорошо получаются петельки давайте я вот так положу очень хорошо получаются петельки и практически ниточка не цепляется но по крайней мере я вязала вот этими спицами это нет про карбоновые не интерченджи была цель цельные с леской и вот такими спицами я вяжется прекрасно вообще без нареканий абсолютно но но в чем мои опасения мне кажется что и мне писали об этом в инстаграм зрители мои читатели спасибо вам большое за вот эту вот информацию потому что нам подтверждает мои сомнения короче есть сомнения что она будет в изделии после этого косить посмотрим я вижу из этой нити первый раз и я не знаю что как она будет себя вести я сейчас вижу что она мягкая что она скорее повиснет чем будет держать форму но мы посмотрим с вами и так вижу я троечка это спицы тройка новенькие купила специально для этого проекта очень хотела повязать карбоновыми карбон на 100 сантиметров лесочка очень хорошие спицы знаете я не люблю нет про точно также как ади нежной любовью поэтому вот вот такой удлиненный кольчик он совсем не острый и такой найти комфортный очень но и спицы сама конечно очень легкая и нормально скользит даже вот в этой вот пряжи двигается без затруднений в общем вот пока вижу все нормально я пробовала разные варианты то есть понятно что поскольку переход цветов и есть далее секционное окрашивание то сильно наворачивать рисуночек не хотелось но в то же время и совсем гладкое полотно тоже не хочется и поэтому я рассматривала два варианта первый рисуночек вот такой он взят из журнала вена из того же самого номера из которого я сейчас вижу но вернее связала уже жасмин давайте вам покажу прототип моего свитерка полу вера так речь идет вот об этом номере летняя верена 2015 года и вот такой вот свитерок вернее кофточка тоже вроде как бы в такой техник из такой ниточки с меланж не с меланжевыми а секционными переходами да с неоднородные и очень хорошо на ней смотрится вот такой вот рисунок вот ну вообще мне очень нравится и я его решила попробовать здесь хотя здесь он выполнил чаще почему-то я чаще то не стала делать и вот сейчас я от этого очень сильно мучаюсь давайте я вам покажу на каком варианте я в итоге остановилась значит вот я попробовала вот этот вот рисунок но я его сделала пореже а надо было чаще ну ладно уж не буду переделать я пробовала вот такой вот рисуночек просто накид 2 вместе вот как бы рядом такую дорожку и пробовала жемчужинку жемчужинка мне показалось немножко плосковатой когда ее вязала но после этого она вполне ничего себе смотрится то есть можно было не некоторые участки сделать дочки понравился вот этот рисунок я стала вязать вот этим рисунком но все знаете называется мы посовещались и я решил в общем вот я сделала между между элементами вот этими сделала по 10 петелек а надо было по 4 тогда бы было чаще я бы так не путалась потому что я каждый раз когда дохожу до вот этого участка я смотрю в какую сторону мне надо идти в эту или это так бы просто в шахматном порядке меняла ну ладно ничего страшного не хотелось просто перегружать особо работу поэтому вот пореже получилось пореже получилось но мне тоже очень нравится я сейчас вам покажу как его вязать это никакой не секрет это общепринятые в смысле это распространенный узор он очень простой его бояться совершенно не стоит вяжется естественно вот так вот просто поскольку реглан сверху он смотрится наоборот а да почему я не стала вот этот вот еще рисунок брать потому что ну вот он был в таком варианте был ну хотя тоже ничего ну ладно это еще значит будет 1 кофта вот значит так я вижу я извязала один уже моточек всего у меня 5 моточков есть ощущение что я купила лишку но я куда-нибудь пристроила первого моточка остался небольшой клубочек и где-то я связала половину реглана половину высоты регланной линии то есть понятно что дальше будет больше и вот уже вся леска у меня занята мне даже не надо использовать magic loop в принципе мне нравится как ложатся цвета с с двумя моментами во первых мне кажется что здесь совершенно лишний оранжевый цвет вот этот вот я вообще не люблю сочетание розового и оранжевого вернее не люблю сочетание красного и оранжевого вот этот розовый и то что оранжевый он такой холодный здесь но это более-менее имеет право на существование но вообще у него бы отсюда убрать лучше бы немножко бы побольше фукси добавили или вообще вот просто розовый и этого было бы достаточно остальные цвета прямо вот наши все все мои любимые я их просто обожаю и ребенок у них обожает поэтому что называется угодила и голубой и фиолетовый и салатовый и зеленый вообще все классно вот значит смотрите хочу показать вам пару лайфхаков таких для вязания реглана во-первых как считать ряды в каком ряду делать убавление в каком не делать вот смотрите если вы дошли до регланной петли вот отвязали вязали и дошли до маркера куда что что-то которые определяют главную петлю вот я говорила уже пройти маркеры что они прыгучие вот вы сейчас на собственным собственными глазами увидели что они очень сильно прыгают и вот смотрите вдруг вы сбились и не понимаете надо вам в этом ряду делать прибавление на реглан или не надо вот я сейчас ориентируясь так вот смотрите вот если две перемычки между три главной петлей и основным полотном то в этом ряду я не делаю а есть не делаю добавление а если три вот сейчас мы их видим вот одна и вот здесь вот еще две вот очень хорошо видно а если три я вот из этой протяжки уже вот эту третью протяжку превращаю в новую петельку я почему-то ну не знаю может быть это я такой тормоз что я не могла сообразить так извините я немножко сейчас тут у камеры вот я может быть не могла сообразить как это все делается вот а потом дотумкала то что если 2 то я провязываю в этом ряду вывязываю лишнюю петельку если у меня всего 2 2 перемычки то не провязываю то есть 3 провязываю из 3 а пока 2 не провязываю это конечно не нужно если у вас рисунок такой вот с четким ярко выраженным повторением вот этого рисуночка и вы понимаете какой вариант вяжите четный или нечетный а если вы вяжете например все гладью то в какой-то момент запросто сбиться до особенности маркеры не делать и вообще непонятно в каком месте ты находишься надо добавлять не надо мало ли что там кто-то отвлечет собьет так услышите я тут на хулиганила я не в том месте поставила петельку вот здесь тоже самое вот 3 вот они 3 перемычки и я поднимаю дополнительную регланную петлю с одной стороны и тут же со второй так маркер перекрещенную провязываю эту регланную петельку и опять же вот тут вижу три перемычки все начни пора делать прибавление вот все так давайте как раз у меня здесь сейчас надо будет вывязывать рисунок я вам покажу как его вязать сейчас я дойду до нужного места так все показываю для классических петелек значит и рисунок состоит из четырех петель всего 1 накид 2 снимаю петлю как будто я вяжу лицевую дальше 3 провязываю лицевыми вот и теперь вот эту петельку которая я сняла не надо ее подцепить и протянуть через нее 3 провязанных лицевых вот так вот хорошо видно все чуть-чуть подтянули и все и в следующем ряду я просто все их четыре этих петли провязываю лицевыми если вы вяжете поворотным вязанием значит в следующем ряду вы провязываете их изнаночными то есть если вы вот так разворачиваете естественно вы провязываете их изнаночными все девочки вот весь секрет очень интересный получается эффект вот этих вот красивых протяжечек и почему я еще выбрала их потому что ну мне кажется что это как-то может помочь от вот этого перекоса давайте еще раз мы с вами привяжем так это я смотрю просто в камеру поэтому у меня разбегаются ниточки кажется что я неопытная и не знаю как вязать просто тяжело через камеру вязать и так накид снимаю как лицевая 3 лицевых и так видите вот смотрите кстати вот я опустила спицу она совсем не скользит не выскальзывает она не тяжелая она очень легкая карбоновая спица подцепляю и притаскиваю без всяких дополнительных спиц все у у нас хорошо с вами получается вот такая история так давайте что же мне вам еще рассказать давайте я вам расскажу про счетчик у меня вот такой вот девайс которым я отсчитываю ряды между рапортами чтобы не потерять место в котором не надо сделать выполнить вот эту вот петельку скручивается он потом вот таким образом все очень просто подарила мне его подруга она покупала в на алиэкспресс за какие-то там небольшие деньги вот так выглядит коробка кому надо смотрите и останавливайте кадр вот все что девочки я могу вам показать то я вам показываю давайте вот так вот мэйденчина само собой никак я не куплю нормальный автоматический счетчик а вот эти вот барабанщиками что-то как-то поднадоели уже ну вот этот вот он конечно большеватый но он очень классный просто чик и все не надо мучиться вы из помощников вязальных у меня больше ничего нет в этот раз только маркеры один маркер мой сама самодельный который отмечает начало кругового ряда остальные вот эти вот колечки легонькие как-то не хочется мне в этот раз ничего утяжелять очень нужна в работе сантиметровая лента потому что надо постоянно проводить замеры из расчетов я сделала расчеты только для вывязывания ростка не знаю нет мне кажется смысл сейчас это все повторять у меня стандартная методика когда вот делится на и которую уже показывали вообще все абсолютно поэтому ничего нового никакой америки новая тут не открываю и не не смогу открыть поэтому особо не показываю а давайте-ка про образец поговорим вот образец же я постирала видите он получился мне такой большой на 40 петелек поскольку пряжи я купила много я в этом не экономила совсем и мы сейчас с вами посмотрим мои записи как изменилось полотно мои записи моим прекрасным почерком говорят о том что высоту высоту он был 9 сантиметров от резинки до края давайте измерим все это дело чуть меньше девять восемь с половиной сантиметров чуть-чуть высоту подсел резинка была 3 и 3 резиночка была 3 и 3 сейчас 3 но чуть-чуть дает усадку высоту дальше ширина переворачиваю переворачиваю на изнанку чтобы нам все с вами вот эти вот учесть загибы-отгибы 18 сантиметров смотрим как тут у нас события развиваются вот здесь я мерила ну почти 17 с половиной сантиметров и резинка была 12 сантиметров встала 14 но понятно что резиночка под развалилась и это собственно меня тоже смущать смущает но резинка разваливается почти у всей пряжи и меринос не держит резинку и другие виды и хлопки как бы сильно реагирует поэтому вот надо придумывать другие варианты отделки я в этом для этой вещи буду использовать планочку по планке у меня есть мастер-классы я вам оставлю ссылки в инфобоксе кто не видел посмотрите сейчас очень себя ругаю что я внимательно не рассмотрела тут из зверей на полувер и не сделала его в чатче ну чаще ну ладно ничего много еще у нас всяких проектов еще мы и всяко попробуем вот на сегодня все девочки буду держать и мальчики вас в курсе событий показывать как продвигаюсь рассказывать о каких-то нюансах точно так же как я показывала жасмин по жасмину будет еще одно видео про готовую работу и про блокировку и про сборку конечно же может быть на два разделю если будет очень много хочу вам показать свое свое очень долгожданное приобретение если честно я и не чаяла что эта книга выйдет в таком бумажном издать издание издание я думаю что многие из вас уже и и прочли зачитали до дыр электронные варианты я тоже самое сделала и уже несколько раз вам показывала и рассказывала вот какие-то моменты из этой книги элизабет циммерман вязание без слез настольная книга любого вязальщика это человека который загнан может быть стереотипами загнан стереотипами во что-то в общем короче говоря элизабет была очень мудрой женщиной и помимо того что она какие-то секреты свои очень легко и изящно нам открывает в этой книге она пишет о том что вязание оно должно приносить радость и поэтому проще надо относиться к некоторым моментам естественно она также не приемлить допустим небрежность неаккуратность но она говорит что надо упрощать поэтому появился у нее бесшовный свитер свитер с регланом еще какие-то моменты там с погонщиками и вот эта книга про это почитать ее обязательно если вас затюкали перфекционисты с вашими петельками классическими или бабушкиными или не такими ровными как кажется прочтите эту книгу и поймите что ваше вязание это только ваше вязание я не говорю сейчас о том что надо безумно как-то неаккуратно вязать петлить но это все должно быть в меру разумного лиззи молодец она вообще очень 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 эта книга очень хорошая мало того что она на самом деле раскрыла очень много секретов причем они понимаете читаешь блин ну как я не дотумкала до этого это же просто а потому что все гениальное просто вот эта книга из разряда вот этого значит купила я ее на сайте озон точка ру я не знаю где она стоит эта книга 573 рубля я купила сразу две одну подарила подруге короче вот не пожалейте денег ну или подождите может быть она будет подешевле если будет возможность у вас купить ее дешевле покупайте и поделитесь с нами этой информацией где можно ее подешевле купить потому что я хочу подарить своим вязальным подружкам всем по такой книжке при случае можно все остальные книги взять и выкинуть но эту оставить потому что ну это вот кладись короче вот дизайн обложки наталии гаман если вы активный интернет пользователь то вы знакомы с с натальей вот ее ник в инстаграме зайдите посмотрите это тоже очень хорошая мастерица жаккард свитера с кокетками красивые фото это вот все туда все друзья спасибо вам за внимание видео получилось длинным а я не буду ничего сокращать невозможно что то не сказать или размазать на сто пятьсот участков вернее видео как есть так есть спасибо вам за внимание до скорых встреч пока 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 хоть